Еще один вопрос такой. У нас же есть, к сожалению, разные категории детей. И меня в большей степени интересуют детки с ограниченными возможностями по здоровью и те, которые, к сожалению, имеют отклонение в развитии, ну и, естественно, в поведении. Вот как организована эта работа с этими детьми, насколько они активно вовлекаются в отдых летний? Ну я как раз в своем докладе попыталась это отметить. Дело в том, что большая часть таких детей находится у нас в государственных образовательных организациях. Вместе с тем, вот выделение путевок на условиях софинансирования в муниципальных образованиях для этой категории детей в первую очередь осуществляется. Они пользуются преимущественным правом. То, что наши дети, находящиеся в государственных учреждениях, вывозятся обязательно в оздоровительные смены и под них разрабатываются специализированные программы. Да, их тоже нужно дорабатывать, их тоже нужно обновлять. Они тоже требуют корректировки. Но этим вопросом мы занимаемся. И обязательно, почему и ставим такое условие, дети, которые попадают в трудную жизненную ситуацию, и дети, которые в силу незанятости, бездеятельности летом могут действительно какие-то противоправные действия совершить, они тоже, мы стараемся охватить большую часть этих детей. Кстати, это тоже негативный фактор, но в большей степени это, знаете, здоровье самого ребенка. Потому что если ребенок без присмотра болтается по улицам, основное ночное время, да, это может быть и дорожно-транспортные происшествия, к сожалению, с их участием. Ну и, понятно, те негативные аспекты, о которых вы сейчас сказали. Поэтому, конечно, чем больше детей мы охватываем летним отдыхом, тем больше, конечно, у нас, во-первых, позитива, во-вторых, конечно, меньше проблем возникает. У нас на Черноморском побережье есть, ну теперь, кстати, два знаменитых лагеря. Это Орленок и Артек. Понятно, что есть определенные моменты, когда на Орленок выделяются путевки, в том числе и детям, которым необходимо подкорректировать здоровье там и так далее. Вот эта работа у нас проводится с Краснодарским правилом. Да, конечно, у нас заключен договор с ними. В рамках этого договора в Артек у нас, мы в силу просто ограниченности времени исключили эту информацию, у нас закуплено 100 путевок. На сегодняшний день 58 детей отдохнули. Это круглогодичные смены, они у нас расписаны поэтапно. Наши дети в этих лагерях отдыхают. У меня такое предложение. Дело в том, что у нас бывает так, что в летний период, конечно, там наплыв очень большой и в большей степени попасть, к сожалению, трудно, учитывая, что это все-таки всероссийские здравницы. Но в другие периоды, учитывая, что там есть все-таки образовательные учреждения, методологи, соответствующая база хорошая и так далее, нам надо по возможности все-таки расширять соответствующие возможности о присутствии наших деток в этих лагерях, если, конечно, такая потребность возникает. И если нужны какие-то с моей стороны действия, вы мне говорите об этом, чтобы мы и на уровне главы, и по другим инстанциям могли активизировать эту работу.